Здравствуйте! С вами программа «Светлые отношения» и я, Вселена Светлая. Сексуальность и сексуальная энергия правят миром, потому что это жизненная энергия. И грани ее безбрежны. Сегодня мы будем их открывать. Особенно мне интересна женская сексуальность. И в первой части нашей программы будем обсуждать именно ее. Сегодня в студии «Светлых отношений» у меня очень интересные гости. Ирина Ищенко, кандидат психологических наук, системный психолог-психотерапевт, сексолог-растановщик. Ирина, здравствуйте! Вот, честно говоря, по поводу сексуальности первый вопрос возникает по поводу стандартов. Действительно, сейчас очень развита рекламная индустрия. Она пестрит яркими обложками журналов, билбордами с красивыми женщинами, сексуальными, сексапильными, да, вот такими вспышными формами. Вот 90-60-90 – идеал. Вот хочется узнать, не влияет ли это на сексуальность женщины, которая не является моделью. Мне кажется, что влияет. Это может ее заводить в определенный внутренний конфликт. Потому что женщина видит на рекламе такую вот красоту, стремится ей соответствовать. И в той мере, в которой это соответствие не получается, может возникнуть проблему с сексуальностью. Как вы считаете? Вы в своем вопросе дали уже часть ответа, да, вы назвали правильное слово сексапильность. Сексапильность и сексуальность – это несколько разные вещи. Если сексуальность – это определенное внутреннее содержание, да, это наше желание, наше количество, да, вот, желаемого воспроизводить и привлекать к себе, то сексапильность – это скорее про внешнее. И то, что вы говорите 90-60-90, это внешний образ, который в данном обществе, вот этот социотип считается, что это престижно, это сексуально, и на него это повешено. Но на самом деле к сексуальности это практически не имеет никакого значения, потому что те же антропологи доказали, да, что сексуальная женщина – это ниже среднего роста, что это с хорошими бедрами, да, что это иногда даже очень маленькая талия. Природа позаботилась о том, чтобы этой энергии хватало для того, чтобы женщина выполняла ту функцию, для которой ее природа создала, и это в первую очередь это рождение. Привлекание – это интересно, это красиво, это соответствует стандартам, это престижно, как я сказала, да. Но это скорее больше по мужскому типу. Мы мужчин больше выбираем по вот этой презентабельности, по успешности, по… А здесь женщина в Корее становится ароматной, недоступной, вроде как к ней влечет, привлекает, но непосредственно, знаете, как флакон. Но аромат, который будет там внутри, может абсолютно не соответствовать степени привлекательности наружной. Равно, как и есть женщины, очень внешне простенькие, да, и они не соответствуют всем этим стандартам, и они обладают колоссальным количеством сексуальной энергии. И тогда таких мужчин, ой, таких женщин чаще мужчины чувствуют, ну, на запах, на нюх, интуиция, да, они их находят. Ну, чувствительные мужчины достаточно легко находят, и получают с ними массовое удовольствие, несмотря на то, что женщина может не соответствовать вот этому каталогу, да. Вот сразу вопрос такой интересный. Мы сейчас говорим о тех, у кого есть какой-то определённый уже уровень сексуальности, и они действительно внешне могут быть не очень яркие. Ну, а в чём тогда истоки сексуальности? В чём этот секрет? В чём секрет наполненности сосуда этой сексуальности? К счастью, этот секрет открыла наука. Абсолютно доказано, вам скажет любой психотерапевт, психоаналитик в частности, психофизиолог, что количество сексуальной энергии у нас врождённое. Всё. Интересно. Это вот как аппетит, да, у каждого, ну, только с аппетитом можно поиграть, да, там, больше кушаешь, больше хочешь, там, на каких-то диетах он притупляется. А вот желание сексуальной близости и количества сексуального контакта — это абсолютно у каждого из нас врождённое качество. И один рождается с флакончиком вот таким, другой с флакончиком вот таким. И, как я уже сказала, от внешней оболочки это никак не зависит. Просто в процессе формирования сексуальности, а этот процесс формирования сексуальности полностью соответствует этапам формирования личности. Да, у нас есть, мы вообще первый сексуальный опыт получаем во время родов, потому что когда мы проходим родовой канал в нашем теле, а мы прикреплены к материнскому телу, огромное количество окситоцина — это гормон, который вырабатывает женское тело для того, чтобы были потуги, да, чтобы родовая деятельность шла. И именно этот же гормон вырабатывается во время оргазма. И люди в изменённых состояниях сознания, в других, когда это матрица прохождения родового канала, третья матрица называется смерть и возрождение. А люди, которые вспоминали это пребывание, то сегодня уже доказано, что в многих из нас там был первый оргазм. Во время родов? Во время родов, да. Удивительно. Но он пиковый, он очень болезненный, там сильнейшее болезненное ощущение. Потому что кости черри поскладываются, потому что нету кислорода, потому что там, почему смерть и возрождение, там у некоторых клиническая смерть может даже наступить. Но на фоне вот этого гормонального всплеска, такая рассета, да, мы снова возвращаемся. И очень многие, там расширено состояние сознания. У ребёнка вообще до трёх лет отсутствует самоосознание. Ну а там и подавно. И видят огромные сексуальные оргии с миром природы, с миром растений. И если вот там происходит фиксация определённая, то очень часто тогда люди не могут получить пика вот этого наслаждения, пока, например, им не положат подушечку на голову, да, чтобы не хватало кислорода, не причинят боль. И он там в голове не представит в сексуальных фантазиях себе кучу такого, о чём даже иногда специалисту рассказать, говоря уже там подружкам или ещё кому-то. И люди иногда думают, что с ними что-то не так. Если мы вот так вот пообщаемся, да, откровенно, и проспрашиваем у людей о их сексуальных фантазиях, то мы можем услышать очень интересные, странные вещи. Но при этом каждый раз, когда кто-то пытается это реализовать в своей жизни, то там мало кто остаётся вдовлетворён этим. То есть не стоит потакать этим, да? Отчасти это травма. Но так как там был вот этот опыт, знаете, как у наркомана, это называется первичный импринтинг, первый опыт. И он может быть действительно зафиксироваться там. Ну как если бы, знаете, вот на этом опыте часть души зацепилась, или вот это было реально мощно, потому что, представляете, когда тебе вся вселенная материнская даёт вот этот укольчик окситоцина, который твоё маленькое тело не способно воспроизвести в таком количестве. Ну то есть это такая доза наркомана огромная, да? Вот, и там может быть вот эта фиксация. Второе — это оральная стадия. Первое, что мы приходим в этот мир после этого стресса, после этого ужаса, после вот этого всего, мы получаем мамину грудь, да, как подарок ней. Первая еда, сосочек мягкий, тёплый, пахнет нашей мамой, создаёт вот эти вибрации, эманации, да, вот те, ну, того благополучия и спокойствия, для которых для ребёнка является сама мама. Из этой груди течёт тёплая жидкость, такая животворящая, которая принадлежит только этому ребёнку. Там все микроэлементы, всё вот конкретно только для него и в том составе, как ему нужно. И это удовольствие. И когда мы фиксируемся здесь, да, то у нас может быть в нашей потом сексуальной жизни, в эротических наших проявлениях достаточно чувственная эта зона, если вот ребёнок смог насладиться вот этим. И опять же, если там нету каких-то фиксаций определённых и так далее. Потом вторая стадия, это уже ближе к году. Третья уже получается. Третья, да, простите. Ну и вторая уже с момента рождения. Когда ребёнок хочется ходить в туалет, когда его садят на горшок, когда ему нужно регулировать акт дефекации, то есть когда в туалет ходят, да, и ему нужно учиться прямую кишку уже как-то удерживать. А мы все из плоти и крови, и никому не чуждо то удовольствие, когда вы долго терпели, не ходили в туалет, да, потом всё-таки садите себе эти расслабления. Боже, кайф, да. И вот ребёнок тоже всё это чувствует, всё это ощущает, когда его собственное тело и именно вот эти вот, да, каналы наши, естественные отверстия, мы считаем, что такой священный город с девятью вратами, да, и верхний и нижний канал у нас самые, скажем так, активные, участвуют очень во многих процессах. И точно так же дальше потом по развитию идёт три года. Наверняка многие из ваших слушателей, да, слышали про Эдипов комплекс, когда мальчик в три года, который всё ещё нуждается очень в маме, но видит, ему разрешено видеть оголённое тело отца, родителей, и он видит отцовское тело и видит, что он проигрывает, скажем так, в каких-то частях своего тела, достаточно интимных, тех, которые прикрывают. И Эдипов комплекс — это в полном смысле слова зависть к пенису отца, и что папа повладеет мамой, потому что вот у папы это есть, вплоть до того, что тайное желание смерти. Несмотря на то, что это иногда кажется таким утопичным, это правда, и для ребёнка в том мире тогда этого очень много, как и комплекс электры, когда трёхлетняя, четырёхлетняя девочка начинает с мамой состязаться за любовь своего отца. И ей кажется, да, что маме больше достаётся и в постели, и в близости какой-то, потому что она чем-то отличается. А как минимум, у мамы есть грудь, да? Вы знаете, мне хочется сразу, вот пока мы ещё вот в этом аспекте, по поводу ощущения себя и своего тела подхватить, немножечко там буквально вернуться на пару мгновений назад, у меня возникла такая мысль, что ведь тема сексуальности действительно довольно болезненна, да? То есть, ну как бы так, сокрыто было долго, и сейчас начинает активно приоткрываться уже с той стороны, которая более содержательна, не только внешняя. И наша программа этому тоже посвящена. Вот если взять аспект всё-таки женской сексуальности, то мне кажется, что причина многих зажатостей, неуверенностей, именно то, что женщина не чувствует своего тела, она как-то вот в разладе с ним, она не знает своих желаний, она не может раскрыться, и поэтому она в каком-то вот напряжении может находиться. Какие вы ещё могут быть причины напряжения женского в сексуальности? Когда мы работаем с темой сексуальности, а я расстановщик, мы в полном смысле слова расставляем личный опыт, трудовой опыт, систему убеждений, воспитания, да, чтобы как минимум увидеть, где первопричины конкретно у данной личности, потому что у каждого из нас они могут лежать в разной плоскости. И буквально у третьих клиентов так или иначе мы приходим в ранний опыт, в садиковский, когда мы на кого-то смотрели, кому-то себя показывали, и если не дай бог, это было увидено кем-то из старших. И из этого делалась такая публичная казнь, да, когда вплоть до того, или когда кто-то там описывался или испачкал трусы. Просто мы в обычном общении, взрослые люди, про такие вещи я не рассказываю, более того, они часто амнизированы. А именно в такой психотерапевтической работе они часто всплывают. Кого это, когда ты стоишь без трусов на подоконнике и на тебя вся группа смотрит, или когда вы познаёте, вы не знаете, что это плохо. Для вас эти части тела такие же, как и остальные, только более того, эти части привлекают интерес. Но они же всегда прикрыты, правда? Да. А что там? А что, и детям это интересно, и они это познают, и там очень много открытости вот такой. И тут, представьте, приходят воспитательницы с криком, с грохотом, с биением по рукам, потом родители подключаются. И мы действительно там, вот в этот момент, вот на вот этом вот, когда я открыт, когда я... А ребёнок в состоянии чувствовать сексуальную энергию. Он даже в состоянии чувствовать сексуальную энергию, когда родители в одном помещении с ними, или там в постели занимаются сексом. И у ребёнка есть это возбуждение. И, например, у того же мальчика эрогированный пенис может быть буквально с рождения, это вам скажет любая мама мальчика. И когда на вот этом пике, да, есть вот эти импринтинги какие-то, да, вот негативные, идёт зажатие. То есть получается, женщина, если она даже во взрослом возрасте, что часто бывает, но об этом не говорят, столкнулась с каким-то напряжением, да, то есть вот реально зажатая, сексуально зажатая женщина, она хочет раскрыться, она хочет изменений, ей стоит именно просмотреть, возможно, какие-то детские страхи, да, какие-то комплексы. Можно пойти к специалисту, и чтобы её через регресс, да, такой сопроводили в мир её детства. Иногда это даже внутриутробный какой-то период, вот туда, в раннее детство, как раз вот там, что всё амнизировано. А иногда можно самому это сделать. Есть такие техники хорошие, когда, например, вообще я бы советовала каждому иметь в мире такое виртуальное собственное пространство, мы называем его место силы или место любви, где вы можете построить собственный дом, вот такой, какой хотите. Это может быть необитаемый остров, это может быть планета, которая, да, вот принадлежит только вам, и она там, туда доступ есть только у вас. То есть это должно быть очень защищено, там должно быть полностью всё вот так, как вам нравится. В этой комнате обязательно должен быть кинотеатр с удобным мягким креслом. И хорошо бы иногда садиться в это кресло, да, если у вас есть какие-то вопросы, у вас есть подозрения, что вам ответы на эти вопросы вы можете получить где-то в своём прошлом, в своём детстве. Можете представить, что у вас в руках пульт, вы включаете, воспроизводите некий фильм, наблюдаете, и можете остановиться на паузе, там, где было небезопасно. Всё, что связано, да, может быть, вы впервые когда-то увидели порно-карты, картинки там, или свидетелем чего-то были. Может быть, вы, не дай бог, были свидетелем полового акта ваших родителей. Почему не дай бог? Почему не дай бог, кстати, да. Потому что мы будем говорить, да, вот это, почему это должна тема быть у партнёрства скрыта, сокрыта, вообще от всех глаз и от детей тем более. Если были, вот, вы понимаете, на самом деле там очень много, может быть, причин. Например, если у девочки с братиком, например, лет 6 разница, и родители очень часто оставляют девочку там, раздетой, в пелёнках, распашонках, вообще даже не подозревая о том, что для неё это может быть небезопасно. Потому что никакой 4-5-6-летний малыш не удержится от соблазна, если он остаётся наедине, не поисследовать или не посмотреть. И тогда к нам точно так же приходят люди на расстановке и говорят о том, что у меня есть ощущение, что было детское насилие, и я не знаю, кто это был и что это. И психоаналитик говорит, что да, моё тело помнит этот опыт. А это могут оказаться, вот, например, исследования брата, тела своей сестры. А это могут оказаться клизмы, чрезмерные, которые мама клизмила, а по большому счёту тело воспринимает это как сексуальное насилие. Я ещё, вы знаете, вспомнила мам, которые девочек, мальчиков, ну с девочками, вот особенно, кстати, интересно, включая темы, заставляют буквально писать, извините за подробности, на людях, когда просто снимаются штаны, и девочку заставляют сходить в туалет. Она не хочет, она стесняется, у неё спазм для тела. Это же насилие уже даже со стороны мамы. И это действительно может и повлиять, серьёзно повлиять. Есть медицинское насилие. На сексуальность в будущем. Есть медицинское насилие, гланды, всё, что у нас связано с этими отверстиями, когда удаляют гланды. Мама вела и говорила, больно не будет, страшно не будет, я буду рядом. Мамы не было, было больно, было страшно, был рот-расширитель во рту, туда лезли совсем на свете. И потом ребёночка забирают, а вот в том кресле остается часть Души. В полном смысле слова. И потом попробуйте воспользоваться этим каналом для привлечения удовольствия. Вот как всё оказывается. Если там, туда, пожалуйста, не надо. Там даже нервотный рефлекс, там будет вообще ужас какой-то, потому что это травма, это боль. Или когда аппендициты, когда исследования, когда деток, например, в этом раннем сроке исследуют каким-то медицинским показателям, а ребёнок ещё не способен реагировать, у него нет тех ментальных надстроек, чтобы переработать эту травму через осознание. Реагирует только тело. Только когда вырос уже человек может понять. У всех у нас там много чего. И если вы что-то вспомните, или вы что-то вот в этом кинофильме увидите, можно нажать на эту паузу. Можно прям представить, что вы пойдёте туда, к себе маленькому. Сядете к себе маленькому так, чтобы ваши глаза были на одном уровне. И представиться ему нужно. Сказать, я это ты спустя много-много лет. Я там пошёл дальше, а ты осталась здесь. Но сегодня я вернулась. Я вернула, чтобы забрать тебя с собой. Тебе больше не зачем здесь оставаться. Мы можем эту детскую часть прям забирать, вдыхать. Или мы можем говорить, так бывает, это прошло, это безопасно. Ну потому что действительно, если там и операции какие-то, и там бывают животные, кусают где-то близко к этим органам. И вот оттуда нужно всё забрать. Это вот то, что я говорила. У вас по рождению есть определённое количество энергии. Но в процессе вашей жизнедеятельности и формирования вашей Личности, а переход из одного этапа на другой, это практически всегда кризис и травмы своеобразные. И там можно расплескать это. И тогда, может, у кого-то было много, но уже в таком взрослом возрасте осталось мало из количества. А у кого-то, наоборот, было средненько. Ну как-то так жизнь сложилась. Я могу даже иметь больше, чем потенциально. Например, моя подруга, которая по рождению имела большее количество этой сексуальной энергии. То есть получается ещё и благодаря тренингам сейчас действительно много возможностей. Женщина может развить сексуальность. Первое, я сказала, мы свою работу начинаем с вот этого тестирования. Это личный опыт, это система убеждений. Например, там родители так рассказали, традиция такая была. Потому что у нас сегодня есть и мусульманские смешанные семьи, и, например, более верующие родители. У кого-то эта тема вообще табуирована, у кого-то на эту тему много пошлостей, кому-то с раннего детства рассказывают, будешь проституткой и теми, теми, теми. Понимаете? Тоже такие психологические аспекты, травмы, можно так сказать. Это здесь. Или это где-то в родовой системе или в карме. Потому что там тоже у нас у всех свои сундучки с припасами. Вот вы сказали личный опыт. Да. Мы сейчас говорили о физических таких, каких травматических моментах. Мы говорили о формировании, вот этом, когда мы уже доходим до готовности. Когда доходим до проблем. Да, собственно, проблем. Мы действительно сейчас пытаемся понять, в чем же проблема. И вот, оказывается, сколько причин. И на самом деле, действительно, каждая женщина, в ключе женской сексуальности, может стать сама для себя психотерапевтом, да, и буквально пообщавшись с собой внутренней, да, внутренней женщиной и так далее, вернувшись к своему опыту. Но если вот действительно взять опыт не только родовой, не только детский, но и личный опыт каждой женщины, то есть прошлые отношения, которые были, например, неудачными, и там, где женщина не смогла раскрыться как женщина, не смогла раскрыть свою сексуальность, насколько этот опыт может повлиять на следующие отношения, есть ли взаимосвязь? Мы так устроены, вообще мы биоробот такой, да, своеобразный, и у нас очень много животных реакций, которые поведенчески, вот, стимульно у нас развиваются. И так как это в раннем детстве, я уже говорила это слово импринтинг, первый опыт, первый важный опыт, первое впечатление, да, где-то. И, конечно же, здесь самое важное, это вот на вот эту сексапильность, красивая, некрасивая, привлекательная или нет, влияет вот этот пубертат, когда подростковый возраст, когда на меня мальчики не обращают внимания, не обращают, что говорят про меня подруги, пользуюсь я успехами или нет, это будет влиять на вот эту сексапильность. Буду ли я себя презентовать, буду ли я там, да, как-то приглашать, умею ли я строить глазки, флиртовать, это про это. Но непосредственно вот уже про вот эту сексуальность, как уже, знаете, это для того, чтобы привлечь самца, да? Да. А уже что будет там? Есть очень много сексапильных женщин, от которых мужчины уходят после первого контакта, потому что они не могут там напиться, не могут получить вот того, чего, в принципе, жаждут, да? И вторая часть, уже когда я там, то, конечно же, это первый сексуальный опыт. И первое важное отношение. Вот самый-самый первый сексуальный опыт. По поводу этого очень много. У тех, кто занимается духовностью, эзотерикой, много есть различных знаний, и во многом из них я соглашаюсь, потому что мы это тоже видим, вот эти фиксации. Просто там, в этих точках, очень часто тогда поднизом и кармический опыт. Вот то, что вам, знаете, как, вот какие нам папа с мамой позволены, ну вот по судьбе, по карме, да? И какие нам, какой нам первый опыт этот позволен? Да, был ли он трепетный, нежный? Был ли он щадящий? Да, я там, потому что иногда девочки строят глазки, приманивают, но они не думали, что будет секс. Это правда, знаете, вот. Особенно если партнёр постарше, и она просто играла, она просто там, да не думала, чем всё это закончится, или когда она садится в машину, где её приглашают покататься, и она, ну, ей садилась покататься, очень даже по-честному. Ну, действительно, девушка может, я сама с этим сталкивалась, может думать, что её действительно зовут на чай, а просто потому что она такая вот энергичная. Это отчасти глупость, это незрелость, это там, знаете, мама мне рассказала, да? И если мы возьмём, например, вот только вот сексуальность, то, конечно же, это первый опыт, и первый тот партнёр, и вообще первые партнёры, и вот эта степень удовлетворённости, знаете, вот иногда не понравилось и не надо. Или тебе сказали, о, боже, ты пойди куда-то, что-то там с собой сделай, да? Или эстетически, или там ещё куда-то, или всё, это вот как марка. И вот мы говорили, да, энергия, сексуальность, сексапильность, и есть ещё одна очень важная составляющая здесь. Её нельзя расплести именно у женщины, ну, как и у мужчины, это женственность. Конечно. Она включает многое. Так вот для женственности очень важны первые регулы, первые месячные. Как они начались? Девочка была готова или не была? А для семьи это было, о, боже, началось? Или какой-то праздник? Или какое-то посвящение? Потому что сегодня это кажется смешным. Но когда приходят ко мне женщины 40-50-летние, то оказывается, что там она полгода писала предсмертные записки, потому что думала, что она регулярно истекает кровью и умирает. Да, там вот просто никто не рассказал. Или когда это было в школе, и это там протекло через платье, и это увидел весь класс, и это был такой позор, что или когда это воспринимается как что-то грязное и что-то это. И вот эти все реки, которые формируют нашу женскую суть, мы когда расставляем не только сексуальность, а вообще женственность как таковую, то мы видим, что там у нас внутри целый хоровод этих девочек. Разных. И у них у всех другие бейджи, но именно вот эта гармония внутри и формирует вот то, о чём мы с вами говорим. Поэтому вычленить это отдельно, да, это сложно. Тогда нужно как бы на всю вот эту скульптуру смотреть для того, чтобы понимать, что такое сексуальность во всей её полноте. Понимаете? Да. Вы знаете, вот вы говорили о том, что разное есть восприятие женщины самого сексуального акта, да, то есть и вот в обществе, и в общем действительно принято считать, что вот, особенно мужчины любят на этом акцентироваться, что каждый сексуальный акт вот должен заканчиваться оргазмом. Вот животрепещущая тема оргазма. На любом тренинге вижу, как женщины сразу же поднимают голову, когда звучит это слово, и с интересом слушают о нём, потому что, наверное, они не могут сами себе признаться в том, что вот здесь надо бы поработать. И вот к вам вопрос как к специалисту. Действительно ли каждый сексуальный акт именно в контексте женском должен завершаться оргазмом? Или важен и процесс иногда для женщины, и она может просто им наслаждаться? Важно помнить, да, что это не спорт, где цель должна быть достигнута любым способом. Здесь, скорее, важно, чтобы не оставалось ощущение тяжести. То есть потому что женщина иногда, если не может достичь вот этой разрядки, она чувствует там тяжесть внизу живота, она чувствует определённый дискомфорт, отяжеление в теле, она чувствует себя морально там неудовлетворённой, поднимается там злость, ещё что-то. А есть много женщин, которым вот и не надо, да? И у мужчины есть такая идея, что нужно довести вот женщину там, если у мужчины это практически обязательно, да, дай ему возможность не закончить, то я думаю, что тогда гарантирована, по крайней мере, его реакция, да, какая-то будет внутренняя. В то время, когда у женщины очень часто достаточно самого контакта, и ей не обязательно получать оргазм в каждом половом акте, она может получать его там через раз, раз, да, через два-три раза. Многие даже говорят, мне, я могу каждый раз, но тогда эти пики маленькие, да, ведь потому что оргазм, он же у женщины там разный, очень разный, в этом плане все разные. И по интенсивности иногда это, вот знаете, надо накопить, чтобы вот эта энергия хватила вот туда. А женщина иногда говорит, мне не надо, я лучше там где-то чуть-чуть реже, но так. Но качественно. Поэтому это всё физиологически, это всё про знание своего тела, это всё про самоисследование. Кстати, это очень важный момент, потому что я вот даже читала у Анатолия Некрасова, интересно, он говорит, что ходите иногда голыми, то есть смотрите в зеркало на своё тело. Очень хорошая рекомендация, мне кажется, потому что мы часто тело, ну всегда тело скрываем, даже дома, да. Благо есть жаркое время года, как лето, и оно у нас в Украине бывает довольно жаркое, когда мы прям вынужденно уже ходим чуть ли не в купальниках, в трусах дома, и действительно мы таким образом получаем возможность почувствовать своё тело больше, помимо тренингов, да. Да, телесность — это вообще очень ценная вещь. И нашему телу очень много на самом деле нужно от нас внимания. И мы очень часто относимся к нашему телу так, как если бы мы были… Ну, первое, мы относимся к нему, как если бы оно нам принадлежало, а оно нам не принадлежит, оно нам было подарено нашими родителями, нашими предками, и рано или поздно мы это тело оставим, ну, по крайней мере, как минимум, этой материи, да, материи-земле, или придадим огню, в любом случае природе отдадим. И у нас к нему есть много претензий. К сожалению. Для многих оно недостаточно красивое, то есть недостаточно высокое, недостаточно здоровое, недостаточно… И вот эта неудовлетворенность с собой, она как губка действительно остается, и, конечно, когда потом кто-то прикасается, он чувствует этот налет. И иногда партнеру почти невозможно переубедить женщину, что ему нравится ее рожавшая грудь. Вот там нравится, да, там, на ощупь, на… Но у нас есть вот здесь вот системное убеждение, что это должно быть вот так, что это эстетически, да, может быть, это приятнее. На ощупь, он может иметь огромное удовлетворение именно от этого, но она будет недовольна. И рано или поздно она его может пригласить вот в этот свой мир. И, соответственно, вот то, что вы говорите, да, ходить раздетым, иногда смотреть, иногда работать с тем, что конкретно мне не нравится, да, вот пойти в какой-то конкретной части тела. Да, конечно, не жаловаться. Особенно в тех случаях, если это не объективно. Если вы слышите, что кто-то может восхищаться, да, этой частью вашего тела, и увидите, что вроде как искренне, когда что-то с вами не так точно, потому что там, извне, да, это может быть как-то по-другому, кажется, и воспринимается. Соответственно, все это точки входа. Такие места, куда стоило бы посмотреть, да, вот и мы уже, смотрите, сколько мы уже перечислили, да, и телесность, и жестственность, и сексуальность, и сексуабильность, и непосредственно количество сексуальной энергии. Все вот это и есть вот этот узор, который так важен нам для качества жизни. Другой аспект. Когда сексуальная энергия у женщины с возрастом становится все больше. Признанный такой вот есть факт, бальзаковская женщина, образ такой пробужденной, гиперсексуальной женщины 40-50 лет. Что здесь делать, если энергии слишком много? И вот мы знаем и истории, когда женщина начинает искать, бросать там своего мужа, идет там, встречается с молодыми, и хочется ей как-то реализовать эту сексуальную энергию. Почему это происходит? И действительно ли это имеет место быть? Или это только истории? Нет, это не история, это правда. К 45 годам женщина набирает свой сок. Не знаю, может быть, отчасти, потому что уже она на грани затухания репродуктивной функции и природа. Знаете, все, что нет, сейчас пытаются реализовать. Такая лебединая песня. Не знаю, как с точки зрения физиологии это все объясняют. Но действительно идет гормональный всплеск. Действительно, женщина становится более активной. Это может быть большущей проблемой. Потому что если мужчина старше или хотя бы ровесник, а у него, наоборот, с возрастом идет утухание, то это может быть большой проблемой. И вот здесь очень важно, успели ли до этого времени партнеры создать то пространство доверия, любви, уважения, чтобы это можно было как-то компенсировать. Потому что когда мы будем говорить про сексуальность, про сексуальный акт, это не только, когда соприкасаются половые органы. У нас есть много других способов удовлетворить друг друга. И если есть вот эта другая связь, это как потребность. Твое тело просит, ты нуждаешься. Потому что если это не выпускать, женщина страдает в полном смысле слова. Не зря мы говорим, там климакс или еще что-то, или она одинокая. Это правда. Оно разрывает тело, психику. И женщина нуждается в этом освобождении. А самопомощи в виде мастурбации для них всегда достаточно. Соответственно, если есть вот эта доверительная связь, то там можно все решить. Но если нет, тогда это проблема. Тогда это проблема. Особенно если там еще есть такие определенные блоки. Изменять не буду. И не это, к чему я не призываю. И тем не менее, иногда лучше уж ей сходить, чем разрушать себя. Мастурбация это что-то грязное и плохое, или я это не делала в юношеском возрасте, тем более не буду во взрелом. И многое другое. Иногда вот таких вот взрослых людей, из которых фонтанируют, нужно прямо переучивать, и что это нормально. Знаете, как все, что хочет наше тело, это нормально. Второй вопрос, каким образом мы ему помогаем удовлетворить эту потребность. Вот это уже другое. И где грань этого удовлетворения в моральном плане? Все, что давало природа, это хорошо, это, да, а сколько там всего. И надо иногда вот это очищать от той грязи, от тех неправильных убеждений, от того, что принесли партнеры, от того, что принесли родители. Или подковыривать там где-то из рода что-то доставать. Для того, чтобы, да, просто вот облегчить иногда просто страдания такой взрослой женщины. Ну вот вы знаете, я представляю, как прекрасно будет вот это раскрытие женской сексуальности, когда уйдет развенчание со всеми вот этими стереотипами, навязанными извне, и вот всего того, о чем вы сейчас сказали. Она, по сути, освобождается от комплексов и может позволить себе быть собой. И действительно раскрывает свою сексуальность в этом случае. Например, ей нравится жесткий секс. Но ее сама мысль об этом пугает. Ей нравится, вот, и бывают люди в жизни проживают, собственно, и они ничего про себя так и не узнали и так и не разрешили. Или разрешают, да, хорошо, когда это уже там лучше поздно, чем никогда. Но вот это не знание своей физиологии, не знание своего тела, не позволение своему животному вот так, как ему нравится, как ему хорошо, но потом старится и отблагодарит. А ну потому нам потом выборки разные предлагают, потому что мы его вытесняем, закрываем, зажимаем за это чувствование, это быть в созвучии со своей животной, вот этой природой. И, знаете, ведь мы же не кормим кошку рыбным кормом, и мы не даем слону кусочек мяса, правда. А очень часто мы наше тело ограничиваем из-за того, что он у нас там где-то или в травмах, или в голове, или... Я считаю, что это огромное преступление. С другой стороны... В отношении к собственной природе, вот, знаете, как бы нехороший хозяин. Ну вот, с другой стороны, мы начинали с того, что есть какие-то желания, продиктованные исключительно комплексами. И вот здесь, наверное, есть та грань, когда женщина, ну, определённым образом себя исследует, да, в том числе и на предмет вот этих травм детских и комплексов. И она начинает чувствовать, где это желание, опять же-таки, того же жёсткого секса, того же БДСМа и так далее, всех вот этих уже более, ну, не то чтобы извращённых, но таких вот форм разных. Вот ей вот так. То если она чувствует, что это всё-таки от комплекса идёт, тогда она, мне кажется, может этому не следовать, потому что это уже не совсем здорово. Это уже как раз, когда женщина следует и идёт на поводу у своих комплексов. И вот здесь она может освободиться от них, осознав, что это продиктовано исключительно травмой сейчас. На самом деле, обратиться к себе и спросить, что, чего я хочу сейчас, чего моя душа, чего моё тело хочет. Потому что для женщин уже действительно важен ещё и душевный контакт с мужчиной. Мне кажется, как я ощущаю сейчас эту тему, что женская сексуальность расцветает, именно когда есть душевный контакт с мужчиной. Верно. Это при безопасности, при доверии. Где она сможет открыться, где она смотрит. Это как про среда, в которой она может открыться. И я вам скажу, что если женщина как раз хорошо знакома с собственным телом и в созвучии с ним, то она сможет получить то, что ей необходимо в любых условиях. Конечно, хорошо, если, да? Да. Но если есть какие-то зажимы, если есть какие-то травмы, если есть какие-то, то иногда без вот этого аспекта близости, влюблённости она вообще не сможет не раскрыться, не позволит себе ничего. Соответственно, это верно, да, с этой приличной. Ирина, благодарю. У вас время пролетело незаметно. Тема безумно интересная. Очень хочется теперь, чтобы было больше пробуждённых и сексуальных женщин, по-настоящему глубинно пробуждённых. И, естественно, хочу вас пригласить на вторую часть программы поговорить о мужской сексуальности, потому что вы меня очень раззадорили, хочется узнать мужской аспект. Я думаю, мы можем продолжить эту тему. Пробуждённая сексуальная энергия — фундамент семейного счастья. Пусть каждая женщина раскрывает свою сексуальность сполна рядом с любимым мужчиной. С вами была Вселенная Светлая. Помните, светлые отношения создаём мы сами. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова